Здравствуйте, уважаемые соотечники! Сегодня я в прямом эфире хотел бы откомментировать недавние судебные решения, которые прошли в Лондонском суде. Это по аресту недвижимости Дариги Назарбаевой и ее сына Нурали Алиева. Многие из вас уже знают, что были арестованы ряд активов Дариги вместе с ее сыном. В прессе прозвучало, что это 100 миллионов фунтов. Многие из вас не очень хорошо понимают, что такое фунт, знают евро и доллар, в большей степени доллар. И в этой связи я буду здесь оперировать суммами, которые вам более понятны в долларах США. Итак, что такое 100 миллионов фунтов? С учетом того, что покупки осуществлялись Даригой Назарбаевой в 2008-2009 годах, я скажу, что в это время, приблизительно, если говорить более точно 2008 год, курс фунта к доллару был один к двум. То есть 100 миллионов фунтов равняется 200 миллионам долларов. Итак, в Англии была арестована недвижимость Дариги на сумму 100 миллионов фунтов или эквивалент в 200 миллионов долларов. Итак, давайте поймем, каким образом все это происходило. Дело в том, что в Англии есть специальное агентство, которое провело расследование и в рамках законодательства провели арест недвижимости Дариги Назарбаевой и Нурали Алиева, ее сына, общей стоимостью 200 миллионов долларов США. И вот, собственно, недавно состоялся первый процесс и, на самом деле, Дарига Назарбаева, считается, выиграла. И это английское агентство не согласилось с решением суда и заявило, что будет подавать апелляцию. Ну, знаете, когда начинаешь читать показания, которые использовались в английском суде, а потом, каким образом судья, ориентируясь на эти показания, принимал решение, конечно, вызывает огромное количество вопросов не только судье или английской судебной системе, но и, собственно, генеральной прокуратуре, самой Дариге и так далее. Ну, когда ты читаешь их показания, имеется в виду Дариги, или показания со стороны генеральной прокуратуры Казахстана, конечно, я сегодня просто хохотал. Просто хохотал, потому что, ну, там такая открытая наглая ложь написана. И удивительно, что при этом английский судья эту версию приняла и не согласилась с выводами английских следователей. Ну, давайте вместе с вами посмеемся, как можно, оказывается, обмануть английского судью. Ну, вот смотрите, что Дарига Назарбаева в Англии заявляла. Ну, во-первых, вот я читаю письмо генеральной прокуратуры Казахстана для английского суда. Дарига Назарбаева, здесь пишется, успешная бизнес-леди. Ну, я здесь даже не буду смеяться. Здесь говорится, что она с 92-го года разработала портфель бизнес-интересов, преимущественно в области продуктов питания, включая сахар, автомобили, средств масс-информации, банковского дела и развитие недвижимости. Так что в 2013 году ее чистая стоимость из журнала Forbes Казахстан оценивалась в 595 миллионов долларов. Вот, уважаемые друзья, я ваше внимание фиксирую на неком журнале Forbes. То есть, что делает семья Назарбаева? Они специально в этот журнал Forbes заявляются, говорят, что они богатые, что они бизнесмены, фиксируют какие-то публичные сделки. Журнал Forbes распространяет по всему миру. Для чего? Для того, чтобы завтра они могли прийти в какой-то западный банк, положить свои деньги, английский или какой-то любой другой европейский банк. Банк спрашивает, а что за деньги? Они говорят, вот, читайте журнал Forbes, вот, я был бизнесменом, крутым. Вы видите, меня признали по всей стране, я был в рейтинге, я крутой, я бизнес-леди, как она говорит, я вообще талантливый бизнесмен. Ну и, конечно, там предоставляет транзакцию фальшивую, я сейчас объясню, почему фальшивая. И, собственно, банк проверку делает, и вроде как бы все выглядит нормально, тем более, что разные государственные органы, генеральная прокуратура или налоговые службы, извините, действительно подтверждает, что эти деньги законным путем получены тем или иным человеком, относящим к семену Султана Назарбаева. Итак, Дарига, оказывается, у нас бизнес-леди занималась банками, автомобилями, начиная с 92-го года. Но я вообще хочу сказать, что вообще в 92-м году Дариги и не было вместе с Рахатом Алиевом, они жили в Австрии, это я хорошо помню. И в 92-м году ни Рахат Алиев, ни Дарига вообще не понимали ничего о банках, все прочее. Я уже тогда был известным бизнесменом, и еще в 93-м году Рахат ко мне приходил в компанию и просил, чтобы я ему дал гарантию за, скажем, там были фармацевтические компании на Западе, которые были готовы поставлять без оплаты лекарственные препараты в Казахстан. Но они просили гарантию Астана Холдинг, а если бы точно, мою личную гарантию. Я был известен тогда как бизнесмен, и вот он ко мне пришел с просьбой, чтобы я ему дал гарантию. Я говорю, Рахат, а если ты, ты же плохой бизнесмен, ты еще не имеешь, не имеешь опыта и так далее, ты возьмешь и разоришься, что я за тебя буду платить 3 миллиона долларов? Я ему отказал одним словом. И вот он всю жизнь, сколько мы с ним общались, все время обижался. Помнишь, ты мне отказал, не дал гарантию. Видишь, а я вот поднялся, а ты меня не оценил, недооценил и так далее. Ну, я иронизировал по этому поводу. Поэтому, когда здесь Дорига пишет, что они с 92-го года разворачивали свой бизнес по продовольствию, а банках думали, конечно, это очевидная ложь. И вы можете спросить, у любого бизнесмена в Алма-Ате, они в то время жили в Алма-Ате, и вообще бизнес не было. Они где-то вот приблизительно в начале 94-го года, только-только вот Рахат начал заниматься, с госматрезерва начал вытаскивать сахар по заниженным ценам, продавать. И вот так, собственно, потихоньку лекарства какие-то поставляли. Это был ничтожный бизнес, малюсенький-малюсенький. И вот здесь, смотрите, это рассказывает байки генеральная прокуратура Казахстана, что Дорига была бизнес-леди. Я еще могу сказать, что был какой-то начальный период, 93-94 год, когда сам Рахат как бы пытался заниматься бизнесом. Позже он просто занимался отъемом бизнеса, а не сам бизнесом занимался. Но Дорига вообще никогда не занималась бизнесом. Вообще в бизнесе вообще ничего не понимает. И это об этом знает вся страна. А здесь, смотрите, такие вещи пишет прокуратура. Что она, оказывается, занималась бизнесом с 92-го по 95-й год. Я читаю показания генеральной прокуратуры. И он стал настолько велик ее бизнес, что она торговала, поставляла товары в Казахстан. Что такую прибыль зарабатывала, что она была очень известной бизнес-леди. Что все в стране знали, что при этом у нее сотрудников работало 25 человек. И она умудрилась заработать в этом промежутке 92-95 год порядка 40-45 миллионов долларов. Уважаемые друзья, я вам скажу так. В этом промежутке 92-95 году у меня в компании работало, наверное, несколько тысяч человек. Несколько тысяч. Я имел банки, у меня было много торговых компаний, промышленных компаний. Ну, я скажу скромно, у меня работало несколько тысяч человек. И тогда еще в 95-м году я не могу сказать, что я заработал 45 миллионов долларов. Я чуть позже начал много зарабатывать. И вот выясняется, что в компании у дороги работало аж 25 человек. И эти аж 25 человек заработали 45 миллионов долларов. Ну, вы понимаете, у любого бизнесмена нашей страны спроси, что такое 45 миллионов долларов, попробуй его заработать в Казахстане. Это огромные деньги. И вот человек, который вообще не занимался бизнесом, утверждает, что с 92-го по 95-й год она активно занималась бизнесом. Председатель Сената, дочь Назарбаева, Генеральная прокуратура, все органы государственной власти нагло фальсифицируют документы. Она нагло врет. Второй человек в государстве нагло врет. И все эти документы подписывает Генеральную прокуратуру Казахстана. И вот здесь дальше. Она, оказывается, занималась торговлей автомобилей. Ну, извините, я один из главных основателей группы компании Астана Моторс. Я что-то не видел дорогу на рынке автомобилей. Никаких абсолютно. И вот она, оказывается, целых три года торговала автомашинами. И вот только в 98-м году она прекратила торговать. Я, честно говоря, когда это читал, я просто хохотал. Как можно нагло врать, нагло председателю Сената, как можно нагло такой документ выталкивать от Генеральной прокуратуры. И еще более удивительно, что судья, английский судья, все это вранье принимает. И вот она работала, оказывается, три года после этого, 95-98 год, заработала всего лишь 5 миллионов долларов приблизительно. Документов нет, как она говорит. Ну, они потерялись. Документов нет и по 40-45 миллион долларов тоже. Ну, типа, давно это было, документов нет. Теперь она говорит, что она при этом параллельно с 94-го года по 2004 год работала в средствах массовой информации и основала закрытое агентство Хабар, которое стало крупнейшим вещательным агентством Казахстана. И в 98-м году она стала ее президентом. Но, во-первых, Хабар был государственным. Это потом, они потихаря, неожиданно, где-то в 98-м году, а это же все время было государственным, выяснилось, что каким-то образом, чудесным образом, доля стала 49,9% у Рахата и Дарьги, все остальное у правительства. При этом, все платежи в адрес этой компании шли из бюджета страны. То есть, бюджет страны закладывал расходы, но на финансирование развития агентства Хабар по всей стране. И тихо, незаметно, они стали владельцем 49% акций. И впоследствии государственная холдинг-компания выкупила за 100 миллионов долларов их долю. Но это еще ерунда. Вы понимаете, как вот нагло здесь они врут, рассказывает байки, как она создала, государственный канал создала и говорит, от этого разбогатела. Это вообще просто удивительная ложь. Ну и самое удивительное, что она говорит, что зарабатывала и купила, создала Нурбанк. Нурбанк. Нурбанк, это был Атравовский банк, который перевели головной офис в Алма-Ату. И это был известный отмывочный банк, где обналичивала деньги налоговой полиции страны. Такой черный, грязный банк. И всех, кто занимается обналичным, загоняли в этот банк. И налоговая полиция контролировала весь обнал. Из этих еще комиссионных, комиссионных с бизнеса снимала. И вот она говорит, что этот банк создала. И когда она перешла на государственную работу, она передала это имущество в управлении. И она рассказывает о том, что она в списке журнала Forbes. А журнал Forbes, она была, появилась каким образом? Нурбанк, вот этот грязный черный банк. Он формально как бы принадлежал Рахату Алиеву и его сыновьям. И была сделка сделана позже, где-то приблизительно, по-моему, в 2010 году. И провели, якобы, Рашид Сарсенов и его сестра купили за вот такую сумму, 595 миллионов долларов. На самом деле, Рашид Сарсенов, это подставное лицо Нурсултана Назарбаева. Карманный такой собственник. Он какую-то долю получает. Вы знаете, французский дом там, на улице Абая, бывшей Фурманова, там, на этом углу, там, магазинчик есть. Это вот владелец был Рашид Сарсенов. И Магистаум Найгас владел. Так вот, они формально оформили, что якобы сестра Рашида Сарсенова купила этот банк и общая сделка около 600 миллионов долларов. И так она попала в 2010 году где-то в журнал Forbes. Вот, то есть, и что она говорит, Дорига? Что вот она талантливая, занималась банком. Ну, весь бизнес страны знает, что Дорига вообще ничего не умеет делать. Не то, что банковская деятельность. Ты у нее просто сейчас кого спроси, по банковской терминологии какой-то вопрос задай, она поплывет мгновенно. Мы можем даже эксперимент провести. Выйдет прямой эфир, я задам вопросы. Вопросы чисто по банковской деятельности, там есть терминология банковская. Я начну задавать вопросы, она ни на один не сможет ответить. Абсолютно ни на один вопрос. И по бизнесу тоже. По бизнесу, по продаже автомобилей, по продаже сахара. Откуда поставляется сахар? Как он производится? Как она с каждой тонной зарабатывала? Вообще ничего не сможет сказать. Я занимался торговлей, в том числе лекарственными препаратами. У меня была номер один компания, фармацевтическая деятельность, Астана Медсервис. Занимался сахаром. Откуда меня успешно выдавила эта семья? Напали на мой бизнес. Поэтому я публично готов показать, что она ноль в бизнесе. Никогда не занималась. И вот представьте себе, что вот это вранье идет в английский суд и подписывается Генеральной прокуратурой. Более того, здесь рассказывается байке, что она в 2007 году развела с Рахатом Алиев в июне. И он добровольно передал ей активы, которые были на территории Казахстана. Что якобы, да, против Алиева возбуждались уголовные дела. И по ним произошла конфискация имущества того самого, которого он нажил преступным путем. Якобы там убил банкиров, отнимал там все прочее. Это отдельно конфисковали. А все, что осталось, в частности, акционерной компании «Хант», это в Таразе компания «Сахарный перерабатывающий завод» и весь бизнес, это отошло к ней, это было чистое и законное. Вот есть решение. Какого, вы думаете, суда нашего казахстанского суда? Ну, вы знаете, что такое казахстанский суд. Тем более, когда султан Назарбаев руководит страной, они рисовали и принимали любые решения. И так она доказывает, что вот это имущество она получила, помимо всего прочего, в результате развода с Рахатом Алиевым. И что она не претендовала на зарубежную часть имущества. Самое смешное, ты когда здесь читаешь, видно, как эта семья нагло нарушала законы страны. Они продавали активы, выгоняли деньги в кипрские банки, другие банки. Это просто понятно, что эта семья не платила никаких налогов в нашей стране. И в Англии они все эти сделки показывают. Ну и, конечно же, если английский суд, например, спросит у нашей налоговой службы, «А законно ли? А заплатили ли они налоги?» Конечно же, наша налоговая служба любую бумагу подпишет, как в свое время, когда у Тимура Кулебаева в Швейцарии были арестованы по моим выступлениям свыше 600 миллионов долларов, налоговые службы страны написали, что он никаких налогов не должен платить, что все законно. Конечно, вы мне сейчас зададите вопрос, «А как же так получилось, что английский судья вот так вот поверила?» Ну, знаете, как я вам скажу? Ну, во-первых, английская система, она специфическая. Когда идут какие-то средние конвейерные дела, она в целом работает справедливо. Ну, как, в принципе, все европейские суды. Но когда это штучное дело, то, чтобы вы понимали, здесь включаются разные механизмы. Разные механизмы. И судья может сделать круглые глаза и просто подойти по формальному признаку. Как многие английские судьи могут в данном случае поступить, и как поступила эта судья? Ну, например, Генеральная прокуратура Казахстана приносит официальный документ, подписанный Генеральным прокурором, что Дорега – вот исключительная бизнес-леди, что все ее средства законные, что она вообще известная, что она в журнале Forbes, она миллиардер, что такая суперталантливая, что она эти деньги отдала, которые у нее были в управлении, когда занималась государственной деятельностью. Английский судья, он говорит, «Ну, это же Генеральная прокуратура, я же не имею оснований не верить Генеральной прокуратуре. Первое. Второе. Ну, она же председатель Сената. Это вторая должность в стране. Ну, как я могу ей не верить? Тем более Генеральная прокуратура Казахстана подтверждает». Ну, дальше начинается просто процесс механических закрывания глаз. Там говорится, когда шел спор, что Нурали Алиев в возрасте 23 лет управлял большим количеством компаний, что он заработал кучу денег, и он пришел просто с улицы в Нурбанк, и Нурбанк ему выдал кредит 65 миллионов долларов. А что судья говорит? 23 года это вполне нормальный возраст, он самостоятельный, он сам зарабатывал. А что, вот можно прийти в банк 23-летнему и взять 65 миллионов долларов? Это же демократическое государство. Значит, банк согласился выдать? Банк же написал бумагу? Да, мы выдали кредит. Все чисто, все законно. Вот банк, вот сын, вот компания. Все нормально. То есть, судья может, что называется, включить дурочку. Что и сделал это судья? Хотя, конечно же, судья должна была усомниться, как это так, молодой человек 23 года управляет огромным объемом компаний, там идут гигантские доходы, заходит в банк с улицы, ему дают 65 миллионов долларов. Попробуй в Англии зайди и получи 65 миллионов долларов в 23 года. Никогда не получишь, потому что там люди внимательно смотрят бизнес, смотрят залоги и все прочее. И все эти возможности у английского судьи были проверить. Но английский судья просто вот закрыл, что называется, глаза. Ну и потом, вы, конечно, мне задаете вопрос, а почему это происходит? Я вам объяснил, что на высоком уровне идет очень такое скрытое лоббирование, скрытое влияние между Англией и Казахстаном, когда против меня организовывались различные атаки, заключались различные договора, межгосударственные соглашения и так далее. Судьи, они держат нос по ветру, они же представители королевского суда, видят, что вот дорога с королевой там фотографируется. Это все на самом деле влияет, когда вот такие штучные процессы и так далее. И, конечно же, все эти решения, которые здесь ты читаешь, то есть просто поражаешься и возмущаешься, просто возмущаешься. Я надеюсь, что вот это агентство, подав апелляцию, сумеет высший орган убедить, что все это вранье. Ну и вы понимаете, что наша бизнес-леди, когда говорит, что якобы вот это все имущество ей досталось в результате ее такой бурной бизнес-деятельности, что она часть из них, значительную часть получила в результате развода, что Рахат добровольно отдал, вот здесь так говорится, что она такого-то июня развелась, а через пару недель Рахат добровольно отдал. Ну, я сам лично разговаривал с Рахатом и спрашивал. Ну, во-первых, развод был дистанционный, но даже по факту просто получил информацию, что он разведен. Во-вторых, все активы в стране, которые были оформлены на Рахате и его членов семьи, они просто были переписаны. Ну, вы же знаете, нотариусы у них, судьи у них, полиция у них, все у них, просто переписали все, там подпись Рахата нарисовали. Поэтому вся эта передача активов, если там покопаться, тоже будет фальшивая. Я уж не говорю о том, что сахарный бизнес, вся страна знает, что эта семья просто перебила всех участников сахарного рынка, сажала в тюрьму, отнимала сахар, не давала торговать, налоговую полицию, сразу налетала, если узнавала, что кто-то занимается продажей сахара, и сразу шли аресты, сажали людей в тюрьмы. В том числе, я был в числе тех, кого этот режим давил. Я вообще контролировал половину сахарного рынка страны, занимался и производством, и поставками, и так далее, и был выдавлен. То есть, это просто, на самом деле, преступный был бизнес, и в интернете много информации об этом. И английский судья тоже закрыла глаза на это. Ну, не говоря о том, что агентство Хабар, это государственное было предприятие. Я могу вам сказать следующее. Там была очень простая схема. Это государственная компания, они получали за рекламу от крупных международных корпораций денежные средства, но не в компанию, государственную компанию. Они создали специальную транзитную компанию, офшорную. Международные компании рекламу размещали вот эту транзитную компанию. Эти деньги уходили в офшор на компании, зарегистрированные в Ливане, и в Ливане эти деньги держались в ливанских банках. Но опять же, я масштаб понимал, но опять же, мне Рахат Алиев заявлял, что в год они таким образом утаскивали по 100 миллионов долларов. А с учетом того, что эта семья минимум 20 лет вот по такой схеме работала и продолжает работать, это хабар, вроде государственной компании, над ними стоят настройки, они получают рекламу на эти компании, денежные средства, минимум 100 миллионов долларов в год, и не платят сюда все эти 100 миллионов, платят мелочь какую-то, остальные деньги просто сгоняет и ворует. Вот как формировалось состояние формируется у Дориги Назарбаева. Я только вам маленькую часть говорю, потому что у нее, понятно, гигантский бизнес, который она организовала, пользуясь властью ее отца и строительной компании, где только их нет, огромное количество. И вот, я вам на этом примере показываю, как можно оказывать влияние на судей, как можно оказывать давление, как можно лоббировать. Вы помните, бывший премьер-министр Англии Тони Блэр по его официальному признанию получал, будучи советником с консультантом на султан Назарбаева, порядка 50 миллионов долларов США и параллельно, в частности по мне, решение судебное принимал старший брат Тони Блэра, Ильям Блэр. Вот каким образом они выстраивают, лоббируют, оказывают на высочайшем уровне давление на судебную систему. На высочайшем уровне. И вот, вот это лживое заявление привело к тому, что судья закрыл глаза, хотя здесь фактов миллион, что это не так, что это лживое заявление, и принял решение в пользу Дарьи Назарбаевой. Но, уважаемые друзья, здесь, конечно, многие из вас спросят, а что будет, когда мы придем к власти демократический выбор Казахстана? Сможем ли мы это имущество конфисковать? Не получится ли, что они в Англии засеяли, судебное решение в их пользу было, и все. На самом деле, механизм очень простой. Если есть пострадавшая страна, а в данном случае это республика Казахстан, если мы, скажем, мы пострадали, и принесем доказательства, мы это имущество конфискуем, независимо от того, что были предыдущие решения. А сейчас, конечно же, Даригу Назарбаева, Тимура Кулебаева, ну, нынешняя государственная система, прокуратура, налоговой службы, сам Назарбаев или Такаев, они прикрывают, пишут бумаги, что все окей, все красиво, пожалуйста, их не трогайте, это легальные деньги, а эти люди супер бизнесмены, они в журнале Forbes, как Тимур Кулебаев, как Динара Кулебаева, и поэтому это деньги легально. Мы все это разрушим. И таких примеров в мире много. Вот. Я теперь хочу рассказать вам следующего фигуранта, небольшую часть, Тимура Кулебаева, это зять Нурсултана Назарбаева и его дочь Динара Кулебаева. Вы знаете, что только по официальным данным их состояние оценивается свыше 7 миллиардов долларов, но я вам приведу простой пример, как они крадут. Ну, например, всем известный Халлбанк, который в реальности контролирует половину рынка страны. который поглотил коском, за это получил из бюджета страны 8 миллиардов долларов, и он за эти акции заплатил 2 тенге, Кайрату Табалды и Ракишу Кенесу, зятю Тасмагамбетова, который всегда участвовал, который всегда участвовал, помогал Назарбаеву отмывать деньги миллиарды долларов, ну и, конечно, сам тоже стал миллиардером. Я знаю, что просто некоторые наши поклонники, если могли, Тасмагамбетова, я всегда удивляюсь, говорю, вот есть мафиози Назарбаев, Назарбаев плохой, а вот его заместитель Тасмагамбетов хороший, конечно, мне эта логика просто потрясает, насколько нужно быть темным, наивным, чтобы считать один бандит плохой, самый главный, а его заместитель этого бандита хороший. Так вот, каким образом эта семья рисовала миллиарды и продолжает рисовать, что они миллиардеры, талантливые бизнесмены и так далее. Сбербанк Казахстана был самым крупным банком страны, еще с советских времен был сберегательный банк Казахстана, который имел отделение по всей стране, сотни зданий, огромное количество автомашин и тысячи сотрудников, тысячи. Это был номер один банк страны и как его Назарбаев сбросил, это стало собственностью их семьи. Очень просто. Был объявлен тендер. Затем этот же банк государственный, в котором был председателем Карим Масимов в тот момент. Он заранее был туда заведен специально, чтобы приватизировать этот банк. Так вот, Сбербанк страны, в то время назывался Сбербанк, выдал кредиты компаниям Тимура Кулебаева. Разные. Начался тендер, даже не тендер, на тендер никого не пустили. Вышло решение правительства, что нужно увеличить капитал банка, якобы у банка не хватает капитала. Тимур Кулебаев этими кредитными деньгами вливает деньги в капитал и становится владельцем более 60% факций, становится контролирующим акционером. Обратите внимание, без денег самого же банка взял кредит, влил в него, размыл государственную долю, государственная доля была 100%, и она стала чуть более 30%, просто в капитал влил. Есть такой механизм, люди, кто в бизнесе работают, понимают меня. Потом банк, получается, что бесплатно, фактически бесплатно приобретен Тимуром Кулебаевым, затем его компания, он назначил своего председателя и так далее, и через несколько лет на аукционе в начале 2000 года, это в 2001 году, оставшиеся 30% были проданы за 42 миллиона долларов на аукционе. Ну, я могу сказать, что этот банк стоил в тот момент сотни миллион долларов, сотни, ну, может, миллиард. И затем, таким образом, он всему миру заявляет, у меня зять талантливый, он купил на аукционе Халык Банк и стал миллиардером. Это он везде по всему миру ездит и рассказывает такие байки. на самом деле самый крупный банк страны был бесплатно передан собственность Тимура Кулебаева и этот банк в итоге, проглотив административным давлением, налетами, преследованием собственника, владеет и Коскомом, и БТА-банком, и вообще фактически весь рынок в нем. и теперь национальные компании, которые владеют фактически долей в экономике минимум 40% валового внутреннего продукта, это железная дорога, это связь, это авиация, это нефтяные компании, они все счета переводят Халык Банк и у них на счетах миллиарды долларов, они не шевелят их и эти деньги, банк выдает кредиты и зарабатывает на тех деньгах, которые не шевелятся, они не имеют права даже двинуть, лежат ли они бесплатные деньги, а этот банк отдает по 10, под 15% и с этой суммы, которая бесплатно там лежит, миллиарды долларов в год зарабатывает, как бы, очень нехитрая схема, но вы видите, что такое Халык Банк, это убитый банк, плохое качество управления, вообще там, что называется, с нормальными банками невозможно было сравнить, да, при этом вся инфраструктура, здания, все им досталось бесплатно, гигантские денежные средства лежат на счетах бесплатно, они проводят разные государственные платежи, пенсионные, все прочее, снимают комиссии, все там лежит, вот как эта семья становится владельцем миллиардов долларов, конечно, это же маленькая часть того, что я рассказываю, эти люди, они в других сегментах таким же образом присваивают миллиарды долларов государственной собственности, и поэтому когда мы придем к власти, мы просто вот так сделку эту поднимем и все национализируем, чтобы вы понимали, Халыкбанк будет национализирован, более того, я так скажу, будут национализированы все банки, которые имеют отношение к семену султана Назарбаева и к его ближайшему окружению, а таких банков считайте все 100%, в Кыргызстане, когда произошла революция, практически все основные банки страны были национализированы, они перешли в собственность государства, так будет и у нас, мы конфискуем, национализируем собственность банковскую у семьи Назарбаева и его приближенных, мы конфискуем промышленные активы, Казахмыс, ферросплавные заводы, алюминиевые заводы, металлургические разные предприятия типа Арселор Миттл тоже был украден Назарбаевым, то есть он никогда ничто не платит бюджету страны, они просто разными кривыми схемами присваивают и зато затем потом они пишут, что они в журнале Форбс миллиардеры и ходят по западным банкам и их деньги западные банки принимают, но как только мы придем во власть, как только мы в банки принесем, что государство пострадало, что эти деньги украдены, следы денежные никуда не теряются, вся цепочка международный банк в системе остается, все эти активы будут сначала арестованы, потом через местные суды мы вернем все активы нашей стране, куда бы они не спрятались, офшоры, там все прочее, это все ерунда, это все легко раскрывается, и тем более в такой стране, как Англия, когда уже новый генеральный прокурор придет и скажет, что предыдущий генеральный прокурор, который выдал эту лживую бумагу, арестован, привлечен к суду, вот его осудили на какое-то количество лет за фальсификацию данных, за ложь, опять же, этот английский судья скажет, ну да, генеральный прокурор новый, пришел, сказал, я должен верить генеральной прокуратуре, поэтому, когда власть будет с наших руках, мы все это обратно конфискуем, поэтому вы должны знать, что все вернется в нашу страну, во-первых, во-вторых, вы должны знать и видеть, как принимается решение, даже вот как в английских судах, как это лоббируется, когда вот такие штучные, что называются, иски, как это происходит, давление, да, суды в целом нормальные, но в таких случаях включается такой мощнейший механизм, что зачастую продавливаются тельные решения, которые просто вызывают недоумение, вот, и по мне же такая ситуация была, когда я три с половиной года провел во французской тюрьме, здесь было мощное лоббирование на уровне президентов стран, приезжал французский президент Казахстан, на него оказывалось давление, я знаю, что здесь была переписка нашего посольства, эмиссары приезжали, вели работу с правительством, договаривались с премьер-министром, с его аппаратом, и они же реально на всех, почти все инстанции выиграли, и мне удалось выиграть только в высшем суде, в высшем суде, конечно же, высший суд отменил все эти решения, выпустил частное определение в адрес правительства, то, что они приняли такое неправильное решение, это для них был шок, для правительства Франции, это был беспрецедентный случай, беспрецедентный, поэтому я не могу сильно, скажем, ругать европейскую систему, в частности английскую, но я хочу вам сказать, что даже на моем примере шло тотальное давление, с Англией заключились контракты, заключались контракты, я видел эту переписку, порядка 80 миллиардов фунтов, пригоняли здесь самолеты, чтобы перетащить людей, которые, по их мнению, они договариваются с местной властью, и они вот сейчас собирались, в тот момент собирались этих людей мгновенно перевозить в Казахстан, то есть, понимаете, масштабы было какого, давления, и мне тогда удалось именно отбиться на высшие инстанции, поэтому в любой европейской стране, в Англии, Франции, любой другой, безусловно, чтобы вы понимали, идет давление беспрецедентное, и когда такие на таком высоком уровне происходят действия, часто система дает сбой, это касается практически любой страны, в том числе и Америки, чтобы мы понимали, вот, так что, уважаемые друзья, я сегодня хотел вам рассказать, какая живая у нас наша хромая курица, дорога, как они обманули суд, как этот лживый шал дал команду, и все органы власти работают в поддержку лживых таких показаний в английский суд, и я хочу у вас заверить, что все это мы отменим, также мы конфискуем активы у членов семьи и его ближайшего окружения, когда мы придем к власти, мы создадим серьезную юридическую команду, вы в этом не должны сомневаться, и вернем эти активы нашей стране, я на сегодня свой эфир завершаю, он был сегодня, скажем, больше такой информативный, чтобы вы понимали, что произошло в английском суде, и вообще, как эти люди обворовывают и миллиарды долларов кладут в карман, потом себя выставляют всякие журналы Forbes, для чего они делают не от хорошей жизни, что называется, они вынуждены показывать, что они крутые бизнесмены, чтобы потом похищенные средства держать в западных банках, но это у них не получится, до связи.